А начнем мы с высоких новостей. Команда ученых из Yahoo Labs разработала более доступную альтернативу сканерам отпечатков пальцев, которые ставятся в смартфоны. Эта система называется BodyPrint и для ее работы требуется только емкостный сенсорный дисплей девайса. Учитывая то, что у дисплеев разрешение куда меньше, чем у разнообразных сканеров, эта технология использует более крупные части вашего тела. Она может распознать ваше ухо, ладонь, кулак, даже пальцы на ноге. Просто прижмите эту часть к экрану для доступа к устройству. Но кроме блокировки, эта система может найти себе и другие применения. Например, вы сможете настроить ее так, чтобы она отвечала на звонок, когда вы прислоняете смартфон к уху. С помощью этой технологии вы сможете защитить важные документы, задав в качестве пароля свой локоть, например. BodyPrint, который, к слову, был продемонстрирован недавно в Сеуле, распознал часть тела ее владельца, допустив лишь 0,02% ошибок в тесте, который включал в себя 12 разных людей. Но нам кажется, что эта система должна быть протестирована на большем количестве людей, прежде чем она сможет появиться на коммерческом устройстве. Давно не было новостей о новом флагмане на Windows Phone. Microsoft, как ожидается, объявит Lumia 940, которая станет новым флагманом линейки Lumia, да и смартфонов на операционной системе Windows 10, заменив тем самым 930-ю модель. Еще только предстоит узнать планы объявлений Microsoft, но мы можем пролить свет на возможные спецификации. Согласно последним новостям, Microsoft Lumia 940 может иметь дисплей диагональю 5,2 дюйма, в то время как увеличенная версия Lumia 940 XL может иметь 5,7 дюйма. Предстоящая Windows 10 поддерживает высокопроизводительные процессоры, поэтому многие ожидают восьмиядерный вариант. Наконец, задняя камера прибавит в мегапикселях и получит 24 или 25, а передняя до 5 или до 8. Также, по слухам, Lumia 940 будет включать в себя встроенную поддержку стилуса и 3D взаимодействия. Необъявленный пока что флагман должен работать непосредственно на Windows 10 и может быть объявлен уже 29 апреля на билд-конференции. Мы также ожидаем две новые модели средней ценовой категории, одна из которых двухсимочная Lumia 830. Вспомним про бывшего производителя Windows Phone смартфонов. Сегодня компания Nokia нисколько не похожа на того промышленного гиганта, каким мы ее помним. После того, как ее купили Microsoft, компания фактически разделилась на три отделения. Одно из них занимается интернетом и коммуникациями и является самым прибыльным. Другой отвечает за электронные карты Hia Maps и, наконец, третье, самое незначительное по сегодняшним меркам, отдел разработки и производства мобильных устройств. Но недавно компания, наконец, сбросила с себя оковы в виде покровительства Microsoft. Пока единственным устройством, выпущенным именно Nokia, с тех пор является планшет Nokia N1. Нет ничего удивительного в том, что до сих пор компания не выпустила ни одного смартфона. Некоторые ограничения на Nokia все еще лежат и будут лежать вплоть до третьего квартала 2016 года. Если быть конкретным, то компания не может выпускать собственные брендированные смартфоны до истечения этого срока. Мы надеемся, что придет время, Nokia расправит свои крылья и опять поднимется на олимп смартфоностроения. И последние данные показывают, что в компании проводятся масштабные приготовления к снятию блокады. Пока нет никаких данных о том, сколько Nokia инвестирует в разработку новых телефонов и планшетов. Но мы точно можем сказать, что в этом направлении определенно имеются сдвиги, причем заметные. По нашим представлениям, чтобы иметь понимание того, как будет выглядеть первый смартфон от компании в 2016 году, достаточно взглянуть на их планшет Nokia N1. Он выглядит не так, как другие устройства от Nokia. Впрочем, этому есть объяснение. Он был разработан исключительно инженерами самой компании, хотя за производство взялась другая компания. Да-да, китайская. Так, компания меньше рискует и затрачивает меньше средств, чем понадобилось бы на выпуск девайса своими силами. Однако риски все же есть. Судя по всему, это путь, который Nokia выберет для производства своих устройств. Разработка своя, а сборка чужая. Вполне возможно, что будущие устройства будут работать на Android, что могло давно быть мечтой инженеров и разработчиков Nokia. В общем, поживем и увидим. Теперь к новости из страны восходящего солнца. Уже второй раз за три месяца компания Sony увеличила ожидаемую прибыль за финансовый год. Теперь японский производитель прогнозирует операционную прибыль в размере 68 миллиардов йен или 569 миллионов долларов. Годом ранее операционная прибыль составила 265 миллиардов йен или 2 миллиарда 229 миллионов долларов. Чистый убыток за год также пересмотрен и прогнозируется в районе 126 миллиардов йен или 1 миллиард долларов. По сравнению с первоначальным прогнозом 170 миллиардов йен, 1,4 миллиарда долларов. Такой положительной динамике поспособствовал высокий спрос на мобильные сенсоры и хорошие продажи игр для PlayStation 4. Фотосенсоры Sony – самые популярные на рынке мобильной электроники. Во флагманах таких компаний, как Samsung и Apple, установлены датчики камер именно от компании Sony. Что касается успеха Sony в сегменте смартфонов, то производитель недавно представил свой флагман 2015 года Xperia Z4 в Японии. Никакой информации о мировых продажах пока не поступало. Конечно же, мы не можем не рассказать про их новую модель телефона. После нескольких недель утечек, касающихся Xperia Z4, наконец-то Sony официально представил свой очередной флагман. Приемник Z3 был объявлен для продажи только на рынке Японии. Xperia Z4 получила дизайн в стиле Omni Balance, который чрезвычайно похож на своего предшественника Z3. Корпус стал тоньше и теперь толщина устройства составляет 6,9 миллиметра. Sony решила не следовать тренду на QHD экраны и ограничилась дисплеем с разрешением Full HD и диагональю 5,2 дюйма. Смартфон установлен 64-битный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 810 вкупе с 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами постоянной памяти. Улучшению подверглась и фронтальная камера устройства, способная делать 5-мегапиксельные селфи. Вес телефона составляет 144 грамма. А чтобы смартфоны на зеленом роботе работали все лучше и лучше, Google не перестает исправлять в нем ошибки. В то время как большинство устройств ожидает свою очередь на получение свежего Android 5.1, Google выпустила новую версию Android. Обновление получило порядковый номер 5.1.1 с номером сборки LMY47V. Как ожидалось, данное обновление должно исправить некоторые проблемы, с которыми столкнулись пользователи устройств Nexus. Google опубликовал краткий список изменений. Устранены проблемы с работой камеры, обновлено ядро, исправлены утечки памяти, кнопка завершения звонка не будет исчезать, пока вызов не будет завершен, исправлены уведомления сим-карты, исправлена проблема при проигрывании входящего рингтона из внешнего динамика, в то время как подключены наушники. На данный момент обновление доступно только для Nexus Player, но в ближайшее время его выпустят и для других устройств серии Nexus. А вот и новость про один из последних флагманов на андроиде. Серые производители Китая, как всегда, не спят. Внешний вид данной копии очень похож и может легко обмануть обычного пользователя, но как только вы включите его, ситуация меняется кардинально, так как внутренности довольно слабые. Дисплей HD против Quad HD OS 6, четырехъядерный процессор Mediatek MT6582 против Exynos в оригинале и 1 гигабайт оперативной памяти по сравнению с тремя в Galaxy. Что у них совпадает кроме дизайна, так это Android 5 Lollipop в качестве операционной системы. Из-за слабой начинки, естественно, много очков он не наберет. Уже были случаи, когда такие подделки покупали через eBay.